Здравия желаю, родные моему сердцу гузлики! Прошлое видео по игровой тематике зашло довольно-таки неплохо. А это значит ровно одно, что со спокойной душой и Балтикой Девяткой в руках я могу вам рассказать еще о нескольких играх, покоривших мое сердечко. Каюсь перед вами, дорогие друзья. Хотел сделать видео по хайповой игрушке, набрать от вас комментариев и классов, похвастаться перед мамой и сказать, что я не буду устраиваться на работу в свои-то 35 лет. По причине того, что я игроблогер, но добрый фанат и комментатор смог меня вразумить, что я не должен зазнаваться и уходить от народа. Ты подкупаешь своей открытой непосредственностью и душевной простотой. Люди видят в тебе себя, таких же стеснительных, по-своему закомплексованных, слегка странных и чудаковатых выродков, которые тоже мытарствуют в поиске себя, не зная, чем занять свои мысли. Поэтому, дорогие друзья, заваривайте чай, мыть еду перед руками и мы переходим к разбору игры Fallout New Vegas. Ты получил, что искал. Плати. Ты плачешь под ливнем, дружище. Ну все, под расчет. Да сколько можно валандиться? Может, ханы убивают людей, не глядя им в лицо. Но я-то не быдло. Сечешь? Это твоя последняя доставка, деточка. Извини, тебе не повезло. Думаешь, тебе выпало 18 карат невезения? Да нет. Просто игра попалась нечестная. Посмотрев вступительный ролик у каждого уважающего себя геймера, возникает мысль, что все это, конечно, очень интересно, но ничего не понятно. Мутного происхождения мужчина в пиджаке в черно-белую клеточку. Скорее всего, данное дизайнерское решение было выбрано для того, чтобы в любой момент на его спине можно было раскидать партейку шахмат. Так вот, данный индивид забирает у нас какую-то фишку из казино и пускает нам пулю в башку. Из этой ситуации мы можем вынести мысль о том, что игры в казино вредят вашему здоровью. И перед тем, как мы продолжим знакомство с сюжетом, надо вам пояснить немного за лор игры. Замут был, значит, такой. На планете Земля без особого напряга существовала человеческая раса. По утрам ездили на завод, чтобы заработать шекели, а по вечерам отдыхали степами на районе, попивая пивко. Особо успешные люди брали приоры в кредит и хасанили до умопомрачения. Райская жизнь не могла продолжаться вечно, и в один день, без предупреждения в WhatsApp'е, началась ядерная война. Суть в том, что по лору игры до сих пор не удалось выяснить, кто нанес первый удар. Но гуляют слухи, что Жора Крыжовников все-таки отснял второй сезон «Слово пацана», и цивилизованное общество решило, что размотаться в хламину ядерным оружием будет намного гуманнее, чем смотреть эту постную ересь. Естественно, после ядерной войны весь мир пошел под откос. Вся инфраструктура разрушена, люди потеряли все моральные принципы, убивали, грабили, насиловали. Одним словом, обыкновенный день в Тамбове. Большинство людей сформировали общины и заняли убежища, построенные еще в довоенное время. Там и куковали большую часть времени. Но время шло, и люди начали приспосабливаться к новым условиям. Начали настраивать какую-никакую инфраструктуру, восстанавливать кое-какие города, и вроде как жизнь закипела. Помимо всего, из-за радиации в окружающем мире появилось много разной живности. Всякого рода кракозябры и гули прилагаются. К сожалению, они не особо дружественно настроены к людям. С такими, баночку черного русского после смены на заводе точно не раздавишь. Не мудрено, что в такой ситуации особо умные пассажиры под шумок решили подмять под себя власть самым гуманным и дипломатическим способом, а именно, применяя насилие каждому встречному. Таким образом, появились основные группировки в Фоллауте. Черт, мне же сейчас вам еще про группировки рассказывать. Ладно, присаживайтесь поудобнее. Самые первые ребята, которые приходят на ум, это армия НКР. Если сильно вкратце, то они пытались вернуть в тот же самый режим, который был перед войной. Так как они себя считают цивилизованным обществом, то они всем несут только радость и доброту, а не согласным пулю в голову. Интересный, конечно, подход, но если их сравнивать с некоторыми другими группировками, то они и вправду неплохие ребята. Вторая группировка, это Братство Стали. В Нью-Вегасе они представлены второстепенной группировкой и душными квестами, поэтому особо за них рассказать не могу. Сидят, как сычи у себя, никого не пускают, а тех, кто их нашел, ведут под расстрел. Подход, конечно, тоже интересный, но не продуктивный. Третья группировка, это Легион. Суть в том, что их вожак возомнил себя Цезарем, и он не признает вообще никого. Ему бы дать только резать, убивать, захватывать и порабощать. Он действует по какому-то своему кодексу чести, женщин он не считает за людей и в их бараках они являются рабами, которые делают всю грязную и сложную работу. Так вот, я посидел, подумал, минусов у него не нашел, но почему-то они мне все равно не нравятся. Ладно, если серьезно, Легион самая отмороженная группировка. Ненависть к этой фракции у меня образовалась при первой встрече. Они считают, что их философия это истина в первой инстанции. И никто больше за жизнь не шарит. Как хорошо, что в Нью-Вегасе есть вариант их всех перебить, но об этом как-нибудь в следующий раз. И вот теперь мы можем наконец-то вернуться к нашей истории. Наш главный герой самый обыкновенный курьер без имени, фамилии, геральдики и постоянного места жительства. Нашим заданием было донести эту игральную фишку в город Нью-Вегас, но по пути нас перехватили и ограбили. После этого мы очнулись у местного врача, он нас подлечил и сказал, чтобы мы шуровали отсюда куда подальше. А мы, в принципе, так и поступили. Немного побродив по окрестностям, мы наткнемся на даму, которая нам предложит пройти обучение. Ничего особенного, и после этого мы наткнемся на второстепенный квест. И вот это именно то, за что обожают Fallout. Короче, группа маргинальных личностей готовится к забиву. Они собираются напасть на то поселение, в котором находимся мы, ограбить его и слушать всю ночь под окнами хардбас на колонках. Конечно же, местных жителей такой расклад не устраивают, и они просят нас помочь разобраться с этой напастью. И если мы согласимся, то будет цепочка квестов по подготовке к нападению, и потом мы будем с бравыми товарищами отстаивать наше поселение. А можем сделать наоборот, пойти к этим самым бандитам и вместе с ними ограбить это поселение, тем самым заработав шекелей и респект от бандитской группировки. И вся мякотка процесса в том, что вас никак не ограничивают в действиях. Вы можете отыграть кого угодно, бравого солдата, злодея, рэпера, никто, и ничего вам не запрещает в этой игре. Вы можете даже отыграть каннибала, но это уже для особых ценителей. Множество различных перков и удобная система прокачки позволит вам слепить уникального персонажа и в зависимости от вашей прокачки будет меняться путь вашего прохождения заданий. Забыл упомянуть, что бичуя по первому городу, мы наткнемся на довольно-таки странного робота, который с нами дружелюбно поболтает и будет стоять на месте. Местные жители расскажут, что не особо он им и нравится. Какой-то он подозрительный, мы пока что подвоха не поймем и забудем про этого товарища уже через 10 минут. Выполнив квесты в первом городе, мы получим инфу, в какую сторону двинулся человек, который нас ограбил. Мы, естественно, пойдем за ним, но догнать его у нас не получится, ибо в каждом поселении нас будут отвлекать второстепенными задачами, которые, по сути, можно пропускать. Но лучше не стоит. Большинство из них гениальны. Приведу пример. В одном из городов мы встретим местного охранника. Он следит за городом и статуей динозавра. Так вот, у него была жена, варила борщи, стирала его портянки и майнила криптовалюту, но в один из дней она пропала. Так как мы в городе новенький, то он попросит нас по городу поводить с жалом, чтобы мы узнали, кто виноват в ее пропаже. Привили виновного под статую динозавра, дали виновному определенную шляпу и тогда охранник застрелит этого человека. Прикол в том, что можно привезти абсолютно любого человека. Можно, например, привезти владельца магазина, чтобы его застрелили и потом обнести его лавку и заработать шекелей, продав ворованное. А можно реально заняться расследованием и узнать, кто правда виноват в данной движухе. Развязка данного квеста зависит только от вас и в этой игре много таких квестов, которые зависят от вашей честности и воображения. Продвигаясь из одного поселения в другое, мы будем встречать все того же самого робота из первого города. Он будет всегда дружелюбен и отмечать тот факт, что как нам везет, ведь мы постоянно оказываемся в одном и том же месте. Но при каждом таком совпадении начинает казаться, что он за нами следит. Его дружелюбность уже не кажется такой дружелюбной. И когда эта ситуация настигла своего предела, лично я был в шоке от происходящего, ведь я вам не расскажу. Не, серьезно. Я не буду спойлерить. Лично меня при первом прохождении этот робот правда сильно цепанул. Поэтому оставлю вам это для личного ознакомления. Вот именно в этих условиях главному герою надо догнать грабителя, забрать фишку и отдать ее владельцу. Или не отдавать. Может в ней есть что-то ценное? Сюжет будет крутиться вокруг войны фракций и какую роль мы в ней займем. Например, присоединимся к кому-либо. Легиону, НКР, загадочному владельцу фишки. Или мы может сами устроим переворот и подарим нашему округу независимость. Все зависит исключительно от вас. Сюжет поднимает тему того, что у каждого своя правда. Не существует истинно правильной точки зрения. Все в чем-то правы и неправы одновременно. Кроме Легиона. Это просто отморозки, им нет никаких оправданий. Синапсис сюжета я вам рассказал. Дальнейшее ознакомление я оставляю вам. Поверьте, там есть с чем ознакомиться. Но если вы хотите узнать про весь сюжет Фоллаута от меня, то 100 лайков под видео и я сделаю видос с подробным сюжетом игры Fallout New Vegas. Как и у любой игры, у нее, к сожалению, тоже есть минусы. Первое, многовато ходьбы. Да, поселения хорошо забиты интересными событиями и зачастую задачи имеют вариативность выполнения. Но ходьба между городами скука смертная и поначалу пока не открыт фаст тревел скучной ходьбы слишком много. Второе, это стрельба, а точнее баланс оружия. Возможно, я чего-то не понял, но мне показалось, что энергетическое оружие намного сильнее обыкновенного. Лично я не любитель всяких бластеров и тому подобного. Я любитель помпового дробовика и всякого такого огнестрела. Но особого импакта от оружия я не ощутил даже при прокачке героя, а с энергетическим оружием никогда проблем не возникало. Если это просто косяк баланса, то печально, конечно, но предполагаю, что я просто что-то не выкупил. Графики и анимации я прикапываться не буду. Мне лично они глаза не режут и меня все устраивает. Fallout New Vegas дарит непередаваемый экспириенс выживания маленького человека в огромном постапокалиптическом мире с разными мутантами, фракциями и бандитами. Главный герой является пешкой в политических играх других людей. В этой игре мы не управляем каким-то избранным, который придет к власти и наведет порядок. Мы играем за живого человека со своими сильными и слабыми сторонами. Далеко не во всех ситуациях мы будем поступать по-геройски, потому что вокруг нас суровая реальность, а не дивная сказка. Вот такая она и есть игра Fallout. Не без недостатков, но полюбившаяся многими людьми по всему миру. А на этом мы будем с вами прощаться. Любите друг друга, мойте еду перед руками, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании и подписывайтесь на этот прекрасный канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok